здравствуйте всем вчера сегодня сегодня получил письмо пользователь hz1 one просит рассказать как делать ноги для всяких роботов если я ник неправильно произнес прошу заранее вращения на примере вот броненосца значит берем броненосца я вообще не умею вот эти записывать туториалы к сожалению поэтому если я буду фейлить вы уж меня камнями не кидайтесь что тут что-то вообще есть я уж это там был а сейчас сейчас все будет как посмотреть берешь вот так вот раз подвигаешься чё тут в чем состоит ясно внутрь можно заглянуть аккуратненько то есть 2 вот этих вот это пустое там нет ничего внутри здесь это прикреплено суда отодвинем сейчас так и эти два вот так принципе ногу тянем зря удалил на место вернуть как-то так неважно значит чтобы вот эти запчасти у вас вообще были вот эти вот тут вот их много всяких но самый ходовой это вот этот рототрон basic чем я еще тут активно пользуюсь и вот этот по моему вот этот по ветром basic кроме того тут есть еще у меня вот этот вот подшипник не контролируем вращение еще другой есть но блин не знаю в общем мне не тот ни другой честно говоря не нравится но этот беленький все-таки получишь и вот это вот дрянь выдвигалка все больше в принципе тут ничем не пользую иногда вот этим пользуюсь еще вот этим рогатым чтобы вот эти все запчасти были у вас вам нужен magic смог индастриес мод плюс ревор корр по моему называется дополнение к нему вот тогда у вас появится вот такая вот панелька здесь вот серву configuration конфигурация вращения которую так можно нажать все поедет 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 или другую сторону а еще а если вы хотите программировать движение ну то есть чтобы она то в одну сторону ходила ту в другую или еще как-то тогда он нужен мод который называется air sequencer здесь он называется серву секвенсер если я нажму вы вот тут все запрограммировано если я нажму то ничего не произойдет потому что ксп нет вот тут он не анимируется то есть тут движение сразу крыть закрыть в 1 3 версия анимируется по моему так огонь не анимируется . не анимируется вот эти два мода вам понадобятся где их скачать ну можете у меня скачать в геймдайсе если у вас 105 версия или около того для 131 версия пока что не на ней не нашел может быть она и тоже где-то есть вот значит что делает конкретно этот мод ну вот я нажимаю так много никуда прилепил ладно хрен с ней с ногой я последние дни с xi с с с с с 131 версии со со 130 версия работал поэтому могу тупить маленькой ступят версию чудно много не заходил уже к этой же наши принятся да туплю так вот ну вот если нажмешь вот оно пошло поехала вот видно на как они вращаются это и эта нога вот левая передняя и правая задняя вращаются у них одна фаза они все вращаются в одну сторону но фаза то есть смещение у них вот обратите внимание левая передняя она как бы вперед идет а это уже назад пошла то есть со смещением это 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 одинаково вот вот эта нога и вот эта нога так у меня включены от курсор включена вот вот эта нога и вот и вот эта нога и у них одинаковые фазы вот видно да ну и соответственно этих двух пар тоже тут можно сделать кучу вариантов на самом деле самый простой это вот вращение на основе вот этих вот как уж они называются рототронов до движков грубо говоря рототрон грубо говоря назовем электродвигатели вот вот они вращаются так план теперь самого начала создадим какую простую ходилку тени уверен что получится что быстро получится получится она конечно получится вот берем рототрон так крепим его куда-нибудь блин я не хочу создавать не хочу создавать четыре ноги уж меня извините это видео будет о двух ногах вот как только мы его присоединяем сразу появляется вот эта дрянь ну она как не сразу появляется она появляется панель открыта вот теперь появилась все она появилась нажимаем смотрим в какую сторону вращается не в ту сторону ну хотя как не в ту это ладно я делаю так первых вставляю скорость по умолчанию не стоит speed скорость 1 acceleration 4 speed это скорость которыми она вращается вот она а вот acceleration это скорость которая она раскручивается до скорость до скорости ну то есть ускорение то есть понятно она же не сразу полные обороты выходит и надо какое-то время вот это и есть acceleration speed это скорость которая навращается когда вошла уже в рабочую ритм вот я 10 ставлю ну можно 20 можно 100 тут до 100 дальше они разваливаются чего сейчас я сделал не знаешь все берем вторую выравниваем ее сразу можно сдвинуть сразу лучше не надо пока что все это второй такие же параметры 1010 тот счет этот бак все берем какую-нибудь ногу тут и кстати дополнение там rework core есть еще вот такие вот робот раз ты всякие интересные ну то есть это в принципе те же балки только видоизмененные слегка так ладно так не буду делать пока что это как бы тазобедренный сустав 1 правильно это коленка тоже так ставим допустим 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 так так нужно чтобы это не обязательно вообще-то но что вот эти вторые стояли но одинаково ну хотя я могу и ошибаться точнее говоря не ошибаться тут варьируется можно ведь можно одинаково можно я где это все понимается в процессе крафта вот нажимаем вот этот стрелка это как он пойдет на эту стрелку нажать это как он пойдет на эту стрелку то есть вперед-назад вот вращаются они оба неправильно смотрим этот должен вращаться вперед а он вращается назад правой кнопкой мыши invert axis invert axis то есть изменить направление вращения о он пошел вращаться вот этот должен вращаться в одну сторону второй в обратную ну собственно это и происходит на потому что потому что вот эта дрянь не двигается горизонтальном направлении ну а двигаться в одной плоскости а здесь вот двигается уже в нескольких плоскостях здесь походу тоже нужен invert axis во все и нажимаем и вот оно пошло уже считай все теперь делаю так хотя нет я раньше делал как брал вот так вот и просто вставлял в двойном виде но это не совсем удобно иногда теперь я делаю не так теперь я делаю просто вот беру копирую копировать кстати alt нажимаете alt нажали и кликайте у нас копируется цветом все и я ее вставляю на это же место вот так вот а а потом задвигаю они теперь не симметрии не в симметрии но они одинаковые они одинаковые но не симметричные мы если можно симметричными сделать потом снять симметрию у меня есть тут тоже забыл как называется мод тоже снимает симметрию но он снимает симметрию тоже не совсем удобно в общем это тоже в процессе работы понимается для этих вот фиговин я вот так вот такой способ способы себя придумал и он мне пока что больше все больше других нравится просто так вот задвигаешь как нужно собственно их выровнять конечно на все вот чтобы они все одинаковые были иногда он не получается выровнять ну ладно в принципе не суть важно вот значит ну эта хрень не пойдет почему не пойдет потому что они обе вращаются одновременно надо фазы сменить берем вторую хрень подвигаем ее в противофазу то есть здесь вот этот первый вот этот второй здесь вот этот первый вот этот второй то есть стоят они оборот короче вторую вот эту вот назад отодвигаешь смотри что получается ну лишь вот теперь оно пошло как то но пошло вот дальше есть такая вот еще найти бы я только вспомнил я но вот эти штуки кстати в стандартном оленинете в общем я сделал им скейл о аж какой можно сделать дописал там пару строчек и они нормально теперь скейлиться как хочешь ну ларгая ларгая открыть опен пусть так ларг минус ларг минус ларг минус опен опен так проверяем что получилось ну что-то получилось но эта хрень наверное не пойдет я имею ввиду она пойдет но будет падать главное вот это вот приляпать так чтобы она прилепилась именно куда надо а не никуда не надо можно развернуть ее тоже когда как она может сейчас вот она здесь вроде бы прикрепилась вот к управлению а на самом деле она может прикрепиться вот к этим вот тоже могулька такая у меня есть вот ну хотите крепите эти самые батарейки заливаете топливо не буду этим заниматься ну вот и к этому варианту стоит сказать что air секвенсор в принципе и не нужен тут достаточно magic smoke industry ну вот он пошел видишь падает только чуть-чуть ну а выравнивание это уж господа сами то есть вот вы сделали такую фиговинку допустим самую простую ну вот она ходит а выравнивание это уж во первых вот что я могу добавить к этому ко всему во первых вот когда она идет она перекосабочивается ну то есть налево направо отклоняется да то есть шатается можно сделать чтобы во время цикла движения ноги вниз ну то есть выравнивание движения когда нога идет вниз она поднималась вверх сейчас я попробую это показать сейчас я попробую это показать а для этого надо вот этот вот вот надо его еще прицепить правильно да ну перестань так себя вести не скромно так как он вытаскивается ага правда к нему скорость ну скорость тут надо я тоже методом тыка сколько скорость подбирается но как правило она намного больше чем вращение основных этих но в четыре раза делаем больше я не понимаю зачем здесь speed на самом деле и что он обозначает и какой параметр здесь прибавлять потому что у экстендотрона как он по-русски называется хрен его знает экстендотрона собственно одна скорость скорость в обозвать втаскивание затаскивание короче входа-выхода вот но чтобы вот такая конструкция заработала тут уже понадобится air sequencer вообще это конечно целая такая тема большая поэтому можно рассказывать очень долго план я покажу дальше сами сообразите что немножко неправильно сделал ну надеюсь объяснять не нам что я делаю я просто добавляю второй второй этот экстендотрон конечно очень очень ладно вот обратите внимание что вот здесь в этой панельке они добавляют сразу туда же чтобы ну как бы в эту же группу если я нажму они все вместе начнут ходить то есть экстендотрон начнет опускаться эта дрянь крутится не поймешь что происходит для этого делаем группу добавляем мат и угру добавить новую группу и вот эту дрянь перетаскиваем вниз вот так вот вот теперь экстендотрона отдельно мухи отдельно что называется если вы делаете робота с левой и с правой ногой которые движения различные я вам настоятельно рекомендую их сразу переименовывать потому что потом вы запутаетесь особенно если у робота очень много деталей вот потому что здесь все запчасти одинаково называются ну хотя бы так что такое блин у меня единица вот так 1 2 3 4 сверху включить не вижу ничего 1 1 2 2 3 3 4 4 хотя бы так то есть это левая 1 1 это правая ну и здесь то же самое так так это значит ну ну как обозвать то ну пусть будет так 1 1 на этот ну это уж как хотите я обычно на ходу придумываю как обозвать ту или иную запчасть пофиг так правая все теперь 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 чтобы вся конструкция скрутилась сама нужно сделать программку для этого открываем секвенсер вот этот а в нее добавить новый открывается вот такая панелька здесь можно менять название бла 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 например у меня света нет не вижу что пишу все дальше нажимаем вот сюда вот edit какие счеты здесь за панельки но это play это стоп это так же как здесь это зациклить лоб это настройка собственно это клон копировать то же самое что здесь ну это удалить вот нам вот это вот нам ключики открываются открывается такое окошечко и в нем вот наши две группы вот это вот рототроны вращалки вот это вот вытаскивалки так значит в этой версии чтобы заставить вращаться рототроны с помощью секвенсера в этой версии есть тут не работает по указанию углов тут надо добавлять экшн-группы как бы это объяснить если я не в курсе совсем в общем просто добавляем вот наш рототроны в экшн-группы например первый выбираем здесь первую группу нажимаем сюда выбираем кустом и добавляем move и плюс move и плюс вот эти все move и плюс move и плюс что за хрень ув плюс что не подобрала минус ув плюс все раз два три четыре но собственно и вторые тоже то есть про справа тоже много плюс много плюс или не мувы плюс я сейчас могу напутать кстати или мувы плюс или муту на экспрессит она тут тоже когда как работает когда так короче него добавили 1 2 3 4 5 6 7 8 все во вторую группу добавляем экстендатроны но они уже будут в разных группах значит 2 левый тут наверно муту на экспрессит надо поставить 2 левый 3 правый нет 2 2 левый муту на экспрессит 2 3 значит превес присед они не 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 вру не надо не надо не надо еще все забудь 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 эти эти работают эти может запрограммировать все у нас только вот эти ротатроны интересуются открываем настройки значит и вот эту табличку блин у меня экранчик маленький в таком виде ну она значит что что дальше дальше собственно открываем вот так action group добавляем сюда вот этот вот от уголь то есть добавляем первую группу действий первая группа действий мы назначили что эти ротатроны будут вращаться просто вращаться в как будто мы их включили вот здесь как будто мы вот на эту клавишу нажали и держим она вращается вот дальше переключаемся отсюда и вот теперь экстренно трон и так первый это у нас правый чем я чё-то уже все тоже забыл нафиг ладно вот это вот первое число это на какую величину он будет выходить она максимальная здесь 048 не обычно 5 вот туда вставляю и она по максималке пишет насколько он может вставляться но вылазить сама здесь надо писать вроде бы скорость может и нет я напишу допустим будет 81 пусть темно здесь 81 но тут какое дело если мы так вставим их суда то они будут обе сразу вытаскиваться а нам надо чтобы что было давай посмотрим вот у нас пошла гулять вот она доходит до 90 градусов так ну примерно вот 90 градусов так то есть эта нога теперь у нас коснулась земли это воздухе висит что у нас в этом случае происходит у нас происходит что если вот так смотреть наш крафт отклониться влево влево правильно это значит что нам надо что нам надо в этом случае надо чтобы вот этот экстренно трон ушел в ноль в этот в этот момент обычно я по моему не так делал я просто добавлял вторую группу и сюда вот уже прописывал экстендатрон с задержкой то есть это у нас вот этот экстендатрон я его добавляю здесь ставлю значит вот вот ниже вот давай это задержка как раз то есть что нам что что нужно сделать нужно чтобы он вытащился на 048 с такой-то скоростью вай долей задержка произошла задержка одна секунда и теперь вот этот вот а этот в это время будет в ноль второй тут и черт не этот вот этот в 0 вот то есть этот вверх ушел этот 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 не 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 так наоборот вот этот вверх этот вниз делай а теперь наоборот а 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 задержка тык-тык ну и looping соответственно то есть зациклить white for movies это значит подождать вращение означает и go to command это идти команде к такой то вот то есть если я вот здесь go to command 1 вставлю она после вот вот эту операцию сделает эту 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 и после этого пойдет к той команде go to command которую я вот здесь вкажу в данном случае к единице но нам этого не надо здесь наверное это проверить не удастся а не нет удастся ну вот она работает видишь вверх-вниз 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 здесь понять как это будет работать на самом деле очень весьма проблематично поэтому после каждой такой манипуляции приходится идти проверять туда и вот я избушку делал там блин не выставил в нолях будут тупить теперь там уже как-то по-другому сделан немножко то есть пам так так ну давай проверим сначала ну вот видишь и вот он по очереди их теперь тык тык вот я нажал сюда да и он пошел в смысле вверх-вниз вверх-вниз все теперь я нажимаю сюда но это надо сделать одновременно как бы ну то есть смотри ну блин придет все таки свет включать и когда крафтешь роботов вот лучше чем вот как он называется вот этого мода который поднимает крафты и переносит их вообще нет не существует наверно короче вот надо вот вот так нажать а потом вот так но это можно тоже все запрограммировать конечно только я забыл как вот и он как бы хорош по дотяну его главная проблема когда делаешь вот таких роботов это равновесие устойчивость потому что делать слишком большие вот эти вот дряни как они называются там которые автоматически удерживают равновесие ну большими не всегда получается сделать потому что крафты маленькие а маленькие эти хрени они не всегда удерживают вот я нашел решение проблемы это решение если чуть-чуть подумать можно найти в крафте как он там называется шлеп нога по-моему это первый крафт в котором я это решение воплотил в жизнь и вот там равновесие он никогда в жизни не потеряет ну нет потеряет конечно но и вот очень трудно уронить и причем я его особо не балансировал ничего не делал вот он как был там у меня так и так и бегает и он бегает очень устойчиво я вас уверяю потому что если бы он бегал неустойчиво я просто видео не смог снять какой который которая есть вот я не буду говорить как именно я это сделал подумайте сами маленько там это видно прям на нем не надо особо сильно думать ну я только скажу что это лишние две запчасти грубо говоря все потому что как правило вот такие вот ходилки теряют равновесие только вперед-назад то есть их надо балансировать вперед-назад по бокам они вроде бы более-менее устойчиво стоят из-за вот этих вот таких вот ног вот ну что делать чтобы он быстрее прошел нажать здесь два вот и он уже начал видишь что делается он сразу начал переворачиваться назад почему это происходит потому что инерция вот все этот блок его уже не сдерживает инерция слишком большая инерция вращения двигатель крутится в одну сторону вот эта вот часть крутится в другую сторону и это все переворачивает крафт окей что нужно сделать чтобы этого чтобы это не исключить ну как вы думаете что нужно сделать ну просто добавить противоход куда-нибудь неполный допустим вот такой можно по моему даже одно оставить но только так чтобы оно вращалось все в противоходе а это вращается чтобы не запутаться лучше всего так завелать а это все вращается в одну и ту же сторону что нам не надо я беру и делаю обратный ход вот так и у этой трени тоже и у этой трени тоже так или нет даже сейчас 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 я надеюсь тут очень легко запутаться но я по крайней мере очень легко могу это сделать инверт инверт короче ладно делаем так удаляем пока эту смотрим вот почему он не вращается потому что противоход чтобы это проверить здесь стоит он инверт а здесь инверт ну да все противоход в противоположную сторону он должен вращаться ставим его ну желательно вообще на то же самое место где стоит этот но можно сдвинуть вот так чтобы потом при при полевых испытаниях вот можно увеличить ему скорость вращения ну допустим на 20 сделаю и acceleration но acceleration пусть такой же стоит то есть ускоряться он будет так же все беру вот сюда копирую вставляю так вот куда и где-то главная деталь вот это вот первое в него попасть еще ну да вот так и смотрю что получилось ну в общем тоже походу так все по моему тут достаточно вот на каждую сторону хотя не всегда я тут брать не буду тут когда как когда достаточно когда нет в данной ситуации походу недостаточно ай 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 ну да недостаточно может быть надо было две ставить давай попробуем еще прибавить до 30 допустим я вот так не подумал ну видишь чем и это все дело в равновесии устойчивость крафта эта фигня уже не пойдет как надо на малых скоростях проблем не возникает возникают проблемы вот на таких скоростях чуть побольше и уже крафт хрен ты стандартными способами ладно еще у нас центром тяжести ну вот что будет если я прибавлю не красиво будет ну то есть как бы он конечно его будет больше стабилизировать хотя вот версии 1.3 по моему убрали из скейла величину вот эту характеристику которая сильнее стабилизирует но я ее по крайней мере уменьшили вроде бы у меня тут еще криво косо все конечно все выравнивать надо бы по-хорошему а попробую второй добавить не сына и наверное его тоже в противоход надо ставить то есть этот стоит назад а это вперед ставить ну в общем со стабилизацией тут придется поиграться я сам честно говоря подзабыл как это делается правильно нет ни суда так может и сюда хрен узнай тут все проблему чтобы ну вот это вот эта стабилизация по моему от того что я увеличил ну да увеличил как это называется все время который стабилизатор автоматический потому что если я его выключу например ну да он сильно увеличился так он конечно не падает но зато прыгает и скачет и тут еще кнопки перепутаны потому что развернуто убрали управление развернуто вообще перепутано все короче как обычно вот вперед назад нормально работает ну а ты вот он вот так вот ходит но видишь он что делает он скачет он скачет при такой скорости при первой скорости так нормально ходит чтобы он не скакал чтобы он не скакал нужно тяжести добавлять например или углы 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 это выразиться как тут движение происходит как как она в жизни происходит понятно как она здесь происходит она здесь немножко по-другому происходит здесь крафт отталкивается не как сказать вот если ты палку поставишь под углом к земле в настоящей жизни то ты оттал то и усилие и усилие пойдет под углом к земле а здесь нет здесь вот как палка касается ну или вот ноги касается земли вот так вот он и как бы по моему тут усилие всегда вверх направлено потому что угловые вот если палка под углом он не пойдет под углом он все равно будет идти как шоу то есть нет тут вектора векторы силы так сказать или работают как-то не так как надо в общем не знаю смог объяснить или нет поэтому тут просто можно изменить сейчас угол наклона опорных элементов так вот берешь раз-два-с и пробуешь в общем я уже 45 минут раз как не ну наверное от нам кому-то я имею ввиду наверное пригодится кому-то расспросит ну вот он вот он уже видишь пошел как уже совсем по-другому правда все равно заваливается теперь нам и прыгает а выбор вы включить вот эту фигню если угадаю с периодом то будет нормально если не угадают то надо будет идти настраивать все ну вот уже видишь уже лучше уже уже намного лучше уже как бы уже как бы даже и ходит даже как бы и бегает все будет если я тройку вкручу значит при больших скоростях можно еще чтоб стабилизировать крафт в данном случае он в принципе достаточно неплохо стабилизировано уравновешен я кнопки почти не нажимаю он сам 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 себя равновесит но прыгает вот прыжки происходят от того что так как по научному называется периоды колебаний периоды амплитуда амплитуда колебаний большая что я имею ввиду то есть вот эти вот два рота трона отклоняются большое расстояние как-то исправить берем рота трончик который вот этот но тут вот есть такая фигня что вот в ксп что вот сдвигая вот так вот деталь она сдвигается на определенное расстояние как это расстояние изменить по умолчанию я честно говоря не знаю я столкнулся с таким раз двигается на 200 единиц не знаю как в 105 в 131 точно на 200 единиц потому что я там делал детальки вот он ну точно 200 мысли здесь метра что она 20 сантиметров она сдвигается одно движение 20 сантиметров а мне надо чуть поменьше сделаю вот скажем на глаз так с 2 на я знаю моды есть вроде какие-то учит у меня в этой версии нифига не работает на глаз сделаю чтобы уменьшить чтобы уменьшить не запутаться в ротатронах только тут вот самая главная задача ай 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 надеюсь запись не прервалась потому что я не на ту кнопку нажал но это кстати поменьше можно сделать то что он слишком здорово по центру стоит мы по центру под royalty подметить ай если лит к тубу меньше единиц начинать но вот видишь уже прыжки меньше но и ходить медленнее стало ладно но это все можно вот вот для этого и нужен вот этот вот как он сервис секвенсер в нем можно все это изменить изменить и задать программку не он не такой сложный как кажется на самом деле он не кажется вообще-то сложным просто надо им пользоваться научиться что-то я неправильно сделали вот та нога достает земля вот это вот нет но это вот а это расстояние поэтому нужно что сделать чтобы одинаковые ноги ту ногу удалить эту скопировать и туда вставить также не она можно 7 симметрию делать в принципе на симметрии есть есть не как некоторые проблемы когда крафт сложный бывает на таких простых можно и симметрию конечно делать но и даже если вы симметрию делаете ее потом все равно приходится отменять иначе иначе когда вы будете менять позицию этого вот элемента здесь он тоже будет меняться и но он будет меняться не так как он надо как как программе заблагорассудится поэтому симметрию приходится отменять потом для этого нужен вот опять же отменяющий симметрию кстати очень полезный вот в 1 3 1 версии у меня его нет 1 3 0 то есть ну все чего вот он пошел надеюсь я понятно все объясню если нет ну просишь еще раз я отвечу а уж амплитуду и так как он будет ходить нормально это уж сам настраивай но пятерочку ставишь он он побежал что будет если десяточку поставить смотри он видишь что происходит с рототронами они разваливаются максимум 9 можно ставить то есть скорость не больше 90 они позволяют дальше они начинают вести себя как полная г ну и чем больше скорость тем даже при 90 уже фигня она эта фигня со вторым потому что у них стоит 20 тогда больше пяти не заставить получается хотя когда как может 6 попробовать на вообще вот есть такой как бы закон незакон если крафт если ты можешь крафт по размеру вот это вот называется твою мать вот этой хрени которая автоматически выравнивает вот если ты можешь крафт поднять в любом направлении все значит его достаточно размеров я имею ввиду в данном случае я его могу поднять значит его можно еще попробовать уменьшить если не можешь крафт поднять он скорее всего его и равновесие держать не будет как надо в данном случае это зон здоровый конечно слишком здорово для этой мелюзги идеально конечно его выровнять так чтобы он вообще без него ходил если выключить но вот он нет нифига но это надо балансировать его туда-сюда то есть вот здесь вот он идет с автоматическим режимом равновесие а вот я его сейчас выключу он сразу сразу пойдет гулять он еще сам упал противоходы надо регулировать можно добиться чтобы он вообще идеально гулял без всяких стабилизаторов но это надо сидеть и ковыряться как это сделать я сказал но вот один из способов вот противоходы противовращение делать а второй способ это вот в шлеп ноге видео у меня есть такое на канале в общем все я на этом заканчиваю наверно потому что больше тут особо рассказывать про это движение ну как я считаю нечего если какие то вопросы есть пишите в комментариях пока